МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот телесюжет мы решили подготовить по мотивам очерка Елены Кривцовой. О миссии милосердия, которую осуществил в нашем прессоровье знаменитый писатель Владимир Галактионович Короленко. А еще и потому, что сегодня, к великому сожалению, об этом поистине великом писателе почти забыли. Школьная программа его игнорирует. Кратко напомню, что Короленко родился в Житомире в семье уездного судьи. Согласно семейному преданию, дед писателя Афанасий Яковлевич происходил из казацкого рода, восходившего к миргородскому казачьему полковнику Ивану Королю. А сестра деда Екатерина Короленко была бабушкой академика Вернацкого. Отец писателя, суровый, замкнутый и вместе с тем неподкупный и справедливый, оказал огромное влияние на формирование мировоззрения сына. Впоследствии образ отца был запечатлен писателем в его знаменитом рассказе «В дурном обществе». Люди старшего поколения, если и вспомнят, то разве что детей подземели до слепого музыканта, написанного, кстати, под впечатлением посещения Саровской колокольни и Дивеевского монастыря. А ведь когда-то Владимира Галактионовича называли солнцем русской литературы. И именно он вместе с Чеховым первым благословил юного Бориса Зайцева, приезжавшего в свое время в Балыково, на литературное служение. А лауреат Нобелевской премии Иван Бунин считал Короленко живой совестью русского народа. Так вот, в 1893 году вышла книга Короленко под названием «В голодный год. Наблюдения и заметки из дневника», посвященные борьбе с голодом в присоровье. Сам Короленко, хоть и родился на Украине, был не чужд нашему Нижегородскому краю. Десять лет жизни, которые писатель провел здесь, теперь называют Нижегородским десятилетием. Это годы с 1885 по 1895. Кроме того, он позже, в канун канонизации преподобного Серафима, еще дважды приезжал к нам. Но те годы десятилетия стали периодом наиболее плодотворной работы Короленко-писателя, всплеска его таланта, после которого о нем заговорила читающая публика всей необъятной Российской империи. А в те голодные годы, поразившие наш край, а больше всего Лукояновский уезд, писатель собирал средства, ездил по округе и открывал бесплатные столовые для голодающих крестьян. Вы подумайте, только в одном Лукояновском уезде он открыл их более сорока. Но тогда, приезда писателя в наши края, чиновники очень не желали и очень побаивались огласки истинного положения дел. Его хотели прокатить по другому, более удобному маршруту. Но он, по его собственным словам, пустился в плавание под собственным флагом. И вот, что пришлось увидеть. «О чем ты плачешь?» – спросил он одну встречную женщину. Девочка из дома согнала. Супея говорит, мама, добейся хлебца. А я отколь добьюсь, по два дня не евши. А она говорит, зарой меня, мама, в земельку. «Что ты, я говорю, милая моя, нечто живых-то в земельку зарывают. А ты меня зарой, говорит. Кабы такая вера легла бы с девочкой в землю, то право легла бы». И после этого разговора Короленко пишет. «Я невольно вспомнил свою девочку по четвертому году. И безотчетный ужас сжал мое сердце. Мы с торопливостью отдали женщине всю свою мелочь, неожиданно много для нее. Но она все так же плачет. Слезы текут у нее неудержимы, и все сильнее». Вообще же голодных годов у нас в Пресоровье было немало. А Короленко не боялся и позже, уже в 20 веке, и уже новым властям говорить о том, что голод стал следствием двух революций и гражданской войны. В письме к Луначарскому он пишет. «Раньше я пытался нарисовать то мрачное состояние, которому вело самодержавие. Теперь гораздо хуже». И в письме к Горькому он высказывает свое смелое мнение. Новое правительство погналось за равенством, а добилось только голода. «Кстати, даже на моей памяти, в 60-е, хрущевские годы, некоторые люди тоже почти голодали. Но вот тот сильный голод в конце 19 века запомнился людям еще и потому, что о нем написал Короленко. И его книга вошла в историю». «Или вот еще, что называется, штрихи к портрету. Чтобы лучше понять, каким человеком был этот писатель, публицист и общественный деятель, заметим, что из-за своей принципиальной позиции при защите обездоленных, он в свое время отбывал немалый срок в тюрьме и в сибирской ссылке». Можно привести и другие факты его биографии или отзывы совершенно разных современников. Так, в 1900 году он, наряду с Львом Толстым, Антоном Чеховым и Владимиром Соловьемом, был избран почетным академиком Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. Но через два года сложил с себя это высокое звание в знак протеста против исключения из-за рядов академии Максима Горького. Однако уже при советской власти в 1918 году Российская академия наук избрала Короленко почетным академиком повторно. Сам Горький писал, «Я был знаком со многими литераторами, но ни один из них не мог внушить мне такого чувства уважения, которое внушил Владимир Галактионович». Обычно сдержанный Иван Бунин сказал о нем так, «Радуешься тому, что он живет и здравствует среди нас, как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богата наша нынешняя литература и жизнь. Когда жил Толстой, мне лично не страшно было за все то, что творится в русской литературе. Теперь я тоже никого и ничего не боюсь. Ведь жив прекрасный, непорочный Владимир Галактионович Короленко». Нынешние дети о том, что сделал Короленко для их предков, к сожалению, не знают. А ведь в то время, когда того же Луначарского спросили, кого бы он назначил первым президентом Российской Республики, если бы такова и тогда была, он ответил «Короленко». А мы забыли такого человека. Правда, современные, соседние с Лукояновым, болдинские подвижники организовали краеведческий музей в селе Молчаново в бывшей школе. И один из его классов отдан под экспозицию, посвященную Короленко. Вот ведь какие метаморфозы. В пушкинских местах музей имени другого писателя. А это дорогого стоит. Первомайский писатель Суетнов в 70-е годы прошлого века в своей статье рассказывал, как он встречался с людьми, которые помнили, как к ним приезжал Короленко. Евдокия Петровна с деревни Пролевка говорила, «Ту столовую я всю жизнь не забуду». Колхозник Михаил Егорович тоже вспоминал. Забежал я тогда в столовую, а Короленко меня увидел и спросил, «Мальчик, как тебя звать?» Я ответил, «Мишкой». Он отрезал горбушку хлеба. «На, Мишка, покушай». Я горбушку схватил и о брате вспомнил. Я бы дяденька-барин съел, да у меня дома Илюшка плачет, чай тоже есть захочет. Обедавшие зашумели. Ишь, хитрец, отхватил одну горбуху, да еще одну для брата нацелился получить. Я тогда крика испугался и «давай бог ноги делать». Вот такие истории. Ну, а мы возвращаемся в Сытый Саров. Владимиру Галактионовичу в нем бы сейчас, наверное, многое понравилось. Не все, конечно. Сказал бы, что зря жалуемся на проблемы, что, наверное, зажрались. А все-таки интересно, что бы он написал о нашей нынешней жизни? К примеру, поглядев на некоторые декларации о доходах и одновременно увидев, как живут люди на дне, скорее всего, сказал бы, что самое главное в жизни – это простые дела милосердия. Что именно эти дела и пойдут вслед за человеком в вечность. И что делиться бы надобно, как он делился с бедными в свое время. Но он тогда и не подозревал, что еще не все и не все декларируют. А бедность в России за сто с лишним лет так и не искоренили.